Восьмилетний мальчик из Красноярска своим примером доказывает, что даже с диагнозом ДЦП можно жить максимально насыщенной жизнью. Он открыл интернет-магазин, где продает свои творения. Анатолий взял в руки кисть, пишет эскизы, а потом переносит принты на сувенирную продукцию, магниты, кружки, футболки. Так он помогает родителям собрать деньги на собственную реабилитацию. Анна Левадния о творческом подходе к бизнес-проекту. Вроде бы знакомая картина. Ребенок играет на ковре в гостиной, но это только на первый взгляд. На самом деле Толя Кацин рассматривает первую продукцию собственного производства. Тарелки, майки, кружки, магниты. Вот такой стартап восьмилетнего мальчика из Красноярска. Этот помнишь? Это тоже твой рисунок. Что, забыл уже? Этот я не помню. Оно и понятно. В этой студии Толя проводит столько времени, что всех работы не упомнишь. Для ребенка с диагнозом детский церебральный паралич рисование стало глотком свежего воздуха. Хотя поначалу было очень сложно. Мы с ним раскачивались на первых порах. Попадали. Я привязывала к руке эту кисть вот так скотчем. Я сцепляла его кресло с мольбертом скотчем. Чтобы они с мольбертом не расходились. Чтобы он нечаянно ножкой не задел. День за днем кисть в руке держалась все увереннее. А на бумаге стали появляться очень интересные рисунки. Семья Кацаных и подумать не могла, что оранжевый жираф на майках и тарелках станет лидером продаж. И Толя, не прося ни у кого помощи, своим творчеством сможет оплатить дорогостоящую реабилитацию. И хотя бы приблизиться к мечте. Я спросил его, Толя, о чем ты мечтаешь? И вот Толя в тот момент для меня именно раскрылся. Он сказал, я мечтаю встать на ножки. Толя стал первым героем красноярского проекта «Дари добро». Нехитрая идея нанести рисунки мальчика на сувенирную продукцию и продавать в интернете имеет успех. Ежедневно на сайт заходят 4,5 тысячи пользователей. А своих заказов прямо в час ждут сотни человек. Сделай приятное любимым людям, а заодно поддержи мальчика с непростым диагнозом. На тарелках, кружках, футболках, сумках и магнитах. Любимые рисунки ребенка. В этой фирме работают трое. Толя отвечает за творческую часть, мама за оформление товара, а папа за его доставку. Каждый день десятки адресов. Так, на Башиной там два адреса. Как? Оттуда на Щерса, на Павлова и на Кутузова. Сынули открыл интернет-магазин, я работал у него курьером. Если буду себя хорошо вести, обещал повысить. То есть я развожу заказы практически целый день. Оранжевое небо, море и жираф. Достаточно взглянуть на любую из работ, чтобы понять, какой цвет у мальчика любимый. А если пять минут понаблюдать за его творческим процессом, сразу ясно. Художник растет с характером. Это будет небо и солнышко? Или это будет, например, ветер? Нет, это будет то, что я хочу. С таким настроем, уверены авторы проекта, у мальчика все получится. На реабилитацию в Ялте именно там родители хотят поставить сына на ноги. Нужен миллион. Сайт только открылся, а Толя уже заработал около 100 тысяч рублей. Анна Ливадни, Олег Ристов, Пятый канал.